Дорожная транспортная инфраструктура на Кубани Каковы перспективы развития федеральных дорог в Краснодарском крае? Полномасштабный большой ремонт, точнее реконструкция автомобильной дороги С доведением до первой технической категории на все мое протяжение Будет 4 полосы движения, обходы населенных пунктов В ходе реализации проекта повысится и безопасность дорожного движения Ввиду того, что по средине проезжей части будут разделены транспортные потоки Также из крупных объектов реализуемые уже, точнее в планах мероприятий Сегодня у ФКУ Пордорта-Мань Это объекты и конструкции автомобильной дороги от станицы Елизаветинской до хутора Белого Тоже полномасштабная стройка Будет реконструирована порядка 119 километров автомобильной дороги В обход населенных пунктов Также с устройством разделительной полосы посредине проезжей части Она станет продолжением дороги Западный подъезд к городу Краснодару Который в планах реализации у государственной компании Получено уже положительное заключение экспертизы Сейчас ведутся землеотведения и прочие кадастровые работы С последующей реализацией строительства Это будет 52-километровый обход Дальний западный обход города Краснодара Который поможет нам убрать транспорт основной С магистрали города Краснодара в обход города А что касается региональных дорог Как в этом отношении будет развиваться? По поручению губернатора у нас на сети автомобильных дорог Также идет модернизация В связи с тем, что ввели платный участок дороги федеральной на М4 Дон Принято решение о строительстве обхода Ленинградской Долго об этом разговаривали Долго собирались к этому Но губернатор поручил Сейчас начали тоже стройку для Краснодарского края Такую значимую Порядка 22-х километров обход станицы Ленинградской Если брать во внимание все транспортные развязки То это порядка 36-ти километров Помимо этого приступили к реконструкции Автомобильной дороги Краснодар-Ейск От границы с Денским районом По Тимошевскому району До станицы Медведовской Порядка 10-ти 9-ти целых километров она будет Также с четырьмя полосами движения На сегодняшний день на этой дороге большая смертность Много ДТП с летальным исходом, к сожалению Поэтому также было принято решение по реконструкции ее В дальнейшем будем в этом году начинать По крайней мере планируем начать реконструкцию Участка от станицы Новотитровской Как раз до границы с Тимошевским районом По Денскому району Также в четыре полосы движения С развязками в разных уровнях И в сентябре месяце планируем приступить К еще одной серьезной стройке Это обход города Тимошевска Тоже долгожданный для жителей Не только нашего региона Но и для гостей, которые приезжают к нам На Черноморское побережье Так как это самый короткий путь К Черноморскому побережью Порядка на 60 километров короче Чем ехать по федеральной трассе Планируем начать в сентябре месяце Это 15-ти километровый обход Населенного пункта Также с четырьмя полосами движения То есть серьезное строительство будет А примерно какие сроки выполнения работы? Когда нам ждать? Ну что касается обхода станицы Ленинградской 22-й год у нас стоит по ней Но будем конечно стараться раньше Возможно даже какие-то этапы будут введены в 21-м году Обход Тимошевска Ориентировочные сроки 23-24 год Реконструкция Краснодар-Ейска Также у нас до 23-го года в планах Реконструировать полностью дорогу Вопрос по нацпроекту По мнению многих экспертов Нацпроект, который реализуется в Крае Исполняется лучше других проектов Быстрее, качественнее? Как вы считаете, чем это обусловлено? И какие, может быть, можно уже результаты озвучить? Ну, 19-й год, да Мы действительно завершили основные работы По национальному проекту раньше срока Если плановые сроки были, это конец ноября То основные все работы уже были в сентябре месяце завершены На два месяца раньше срока Было отремонтировано порядка 250 километров дорог 137 объектов Что касается сроков в реализации И непосредственно качества Ну, качество работ мы выполняем на территории Краснодарского края Я думаю, что абсолютно на всех объектах Да, бывают, конечно, и какие-то проблемы у подрядчиков Но на это есть и гарантийные обязательства А нацпроект, он является, наверное, одним из самых открытых проектов вообще За всю историю и в России То есть он максимально освещен в СМИ Максимально подключена общественность И общественные организации И ОНФ, ГИБДД Законодательное собрание края То есть контроль за именно качеством выполнения работ Здесь уже не только наша лаборатория Непосредственно Краснодар-Автодор принимает участие В приемке работ, в проверке качества работ Здесь также люди в онлайн-режиме Могут присылать нам какие-то замечания Какие-то нарекания Которые мы в кратчайшие сроки Направляем подрядчикам Контролирующим органам С целью скорейшего устранения этих замечаний Каков общий бюджет национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги И сколько будет выделено средств в этом году? На сегодняшний год Общий бюджет составит на 2020 год Будет 6 миллиардов 640 миллионов 3 миллиарда 380 миллионов Пойдут непосредственно на агломерации Это Краснодарская, Сочинская, Новороссийская Краснодар, как и в предыдущий год, в 2019 Получит 2 миллиарда рублей Новороссийская, 830 миллионов Новороссийская, 550 миллионов И Сочи, 830 миллионов рублей В этом году точно так же будут освоены деньги Быстрые и в кратчайшие сроки Мы можем надеяться на то, что в конце года Будет известно, что нацпроект опять выполнен практически на 100% Разумеется, задачи стоят именно такие Чтобы максимально быстро и качественно Выполнить все объемы работ, которые запланированы на этот год Тем более, что в прошлом году По Краснодарской городской агломерации Уже приступили к выполнению нацпроекта 2020 года Выполнено было две улицы в 2019 году С опережением графика Да, с опережением графика По городу Сочи на сегодняшний день уже завершены пять объектов То есть мы понимаем сегодня, что нам и погода дает работать И подрядчик нацелен на результат То есть я думаю, что мы раньше времени в этом году так же закончим нацпроект Скажите, а работы ведутся и днем и ночью, получается? По некоторым улицам, да, разумеется Где большая интенсивность движения Много общественного транспорта С целью исключения заторовых явлений Разумеется, рекомендуем подрядчикам работать только в ночное время суток Либо выходные дни, когда наименьшая загрузка на автомобильных дорогах Да, почему нет? Возможно, конечно Осветительные приборы Освещены все укладчики, катки Помимо этого, искусственное освещение существует на улице города Поэтому проблем с этим нет Хорошие дороги, как правило, предполагают очень хорошую скорость В кавычках Что будет делаться в плане безопасности? Также в рамках национального проекта Безопасные качественные автомобильные дороги Ежегодно предусмотрена установка порядка 225 камер Фото-видео фиксации Считаю, что эта мера самая, наверное, действенная Потому что, когда мы видим разметку Видим знак, что где-то впереди камера фото-видео фиксации Ты машинально сразу смотришь на спидометр А вдруг ты начинаешь превышать скорость И автоматически ты сбрасываешь ее Даже если ты едешь без превышения скорости Ты на автомате отпускаешь педаль газа И едешь более медленно Поэтому эту работу продолжим также и в 2020 году В данный момент сейчас объезжаются места ГКК Краснодар-Автодор с целью определения мест Потенциальных, так сказать, очагов аварийности Где наибольшее количество ДТП на сегодняшний день В первую очередь рассматриваем, конечно же, эти места И будем устанавливать 225 камер в этом году Помимо нас в прошлом году еще Также реализовала программу по установке камер фото-видео фиксации На сети местного значения, на агломерациях ГБУ «Безопасный регион» Подведомственное министерство ГОЧС Они поставили 158 камер в общей сложности в прошлом году Да, серьезно Ну вот скажите, национальный проект рассчитан до 2024 года Можно сейчас описать, что мы увидим через 4 года в идеале? Ну, задачи сегодня перед нами стоят достаточно серьезные Это основные, это снизить аварийность В 3,5 раза на сети дорог В 2 раза снизить количество мест концентрации ДТП По сравнению с 2017 годом Привести нормативное состояние Порядка 1300 километров автомобильных дорог Отремонтировать в рамках нацпроекта Помимо этого, снизить долю автомобильных дорог Работающих в перегрузе То есть, ну это пробки и прочее До 10% Это вот такие основные стратегические показатели национального проекта К которому мы будем стремиться Вы озвучили, что предполагается в рамках нацпроекта Потратить более 6 миллиардов рублей О каких объектах идет речь, где они расположены, расскажите Да, 6,6 миллиарда Как я и говорил, 3,38 миллионов будет потрачено на агломерации Всего общее количество объектов в агломерациях 194 объекта Общей протяженностью 180 километров Плюс будут еще 9 объектов регионального значения Частично из них такие знаковые объекты Это Яблоновский мост Тоже долгожданный объект Очень долгожданный Новое строительство Да, мы к нему приступили Получили разрешение на строительство Сейчас начнем полномасштабную работу по нему Он также планируется у нас в 22-м году сдаться, по-моему Но здесь тоже такие могут возникнуть небольшие сложности Объект полностью финансируется за федеральные деньги То есть без участия края Соответственно, мы здесь немного можем быть заложниками ситуации При стабильном финансировании мы будем своевременно быстро выполнять работы По агломерациям по Краснодару будет 69 объектов отремонтировано Общей протяженностью 73 километра По Новороссийской агломерации отремонтируем 39 объектов 33 километра дорог И по Сочинской 86 объектов это 71 километр автомобильных дорог Региональные автомобильные дороги после ввода Это будет порядка 20 километров, которые у нас в проекте включены То есть через 4 года гарантия к морю без пробок поедем? Будем стремиться к этому Ну хорошо По крайней мере, те работы, которые мы сегодня проводим Не только мы, как Министерство транспорта И Федеральное дорожное агентство на территории региона То есть стройки запущены очень серьезные Я думаю, что они значительно разгрузят все-таки сеть автомобильных дорог региона По направлению именно к Черноморскому побережью Но и говорить о том, что пробок там абсолютно не будет Все мы знаем, что в 2019 году край посетило порядка 17 миллионов туристов То есть количество людей очень большое Мы этому, конечно же, рады Увеличивается ежегодно И ежегодно идет прирост отдыхающих Привлекательность курортов Краснодарского края все-таки увеличивается с каждым годом Сервис становится лучше Удобство людей Есть что посмотреть, есть куда съездить Особенно направление Сочи Геленджик Основные транспортные направления наши Скажите, как обеспечивается сохранность дорог? Я имею ввиду проезд больших грузов Да, после ремонта это очень актуальный вопрос Потому что Краснодарский край принимает не только много туристов в сезон Но мы еще и как-никак аграрные В первую очередь это аграрный регион Большое количество зерна, свеклы Помимо этого инертного материала Очень много перевозится по регионам У нас много портов Поэтому принято решение было в 2017 году О развертывании системы АПВГК Это автоматические пункты весогабаритного контроля На сегодняшний день на территории региона Их расположено уже 11 штук В рамках национального проекта До конца года планируем запустить еще 9 пунктов весогабаритного контроля Кроме этого, разумеется, введем плотную работу с представителями Ространснадзора МОГДН по Краснодарскому краю Республики Адыгея Выезжаем на совместные рейды В прошлом году закупили на ГКУКК Краснодар-Автодор Передвижную лабораторию весогабаритного контроля Также участвуем на ней в рейдах с МОГДН Пока работа налажена, считаю, что неплохо Но еще есть к чему стремиться Но когда создадим общую нашу картину по ПВГК Когда реализуем все наши объекты Перекроем основные маршруты движения большегрузного транспорта С целью недопущения провоза с перегрузом на автомобильной дороге Потому что штрафы в зоне ПВГК очень приличные От 250 до 500 тысяч рублей Это с юридических лиц? Да Прилично, да Какой процент изнашиваемости вносят грузовики? Есть у вас такая статистика? Процент изнашиваемости мы, наверное, такую статистику и не сможем предоставить А вот по количеству автомобилей с перегрузом Да, я могу сказать, что с средств объективного контроля Это с наших ПВГК За 2019 год проехало порядка 100 тысяч автомобилей с перегрузом Из них практически половина с перегрузом на 50% и более Были также зафиксированы транспортные средства Проезжающие, если норматив у нас Возможность проезда по дорогам неделимого груза это 45 То были зафиксированы на автомобиле 120 тонн Каков алгоритм действия? Допустим, обнаруживается, что есть перегруз Дальше как водителю действовать в этой ситуации? Если мы говорим об автоматическом пункте То рамка срабатывает автоматически, фиксирует номер Автоматически передает это все в ЦАФАП И уже сотрудники ЦАФАП, ГИБДД Краснодарского края Выносят постановление об административном правонарушении Но его разворачивают обратно, да? Нет А в чем преимущество автоматического пункта Висогабаритного контроля? Он исключает полностью человеческий фактор Это машина, которая работает автономно, без участия людей То есть человек только выносит постановление Все Больше люди исключены вообще из этой цепочки Машина проехала, зафиксировался проезд Отправилось правонарушение в ЦАФАП ЦАФАП вынес постановление Примерно такой же алгоритм, как с камер фото-видео фиксации А, ну нарушил заплате Что касается работы сотрудников Ространснадзора Да, они при выявлении транспортного средства С превышением допустимых весовых параметров Они задерживают автомобиль до устранения перегруза То есть либо автомобили приезжают, перегружают Либо разгружают на площадке А вот о чем я хотел спросить Перегружают? Это в случае работы уже Ространснадзора непосредственно Ну что ж, будем надеяться, что скоро у нас будет свободно Тихо, спокойно и уютно на дорогах Мы тоже на это очень надеемся Спасибо вам за беседу, всего доброго Всего доброго, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин